Дай почитать. Право, писательницы, матушки, матери троих сыновей Ирины Конюховой, муж принадлежит к еще одному типу людей, тот, кто плавает в море и остается жив. Это известный путешественник, священник Федор Конюхов. Книга «Моя жизнь с путешественником» написана в форме дневниковых записей и охватывает хронологический период с 22 августа 1998 года по 31 мая 2014 года. Трогательное знакомство с будущим мужем, венчание, дни и ночи ожиданий и волнений за мужа-путешественника. Подробно описано участие вместе с Федором Конюховым в двух международных эколого-правовых караванных экспедициях по следам Великого Шелкового пути. И описано, как дважды Ирина пересекала вместе со своим мужем Атлантический океан. Отмечу, что эта книга вышла в издательстве «Никея». Это российское издательство религиозной православной литературы, а также книг популярной христианской психологии, художественной литературы и мемуаристики детской и семейной литературы. Еще я хочу рассказать об одной книге издательства «Никея» «Хорошие люди» Анастасии Коваленковой. По жанру повествование в портретах – добрая, светлая, мудрая книга, в которой с большой нежностью, любовью, наблюдательностью и юмором описаны различные типы деревенских людей. Очень сложных, нестереотипных. Главы чередуются с интерлюдиями – про погоду, родную землю, природу. Анастасия Коваленкова честно и открыто вглядывается в характеры и судьбы людей. Здесь может быть описана вся человеческая жизнь, а может только яркий эпизод из судьбы персонажа. А персонажи – люди разные, работящие, озорные, угрюмые, добрые, бестолковые, рассудительные, хитрые, верующие, православные и безбожные. Автор Анастасия Коваленкова – писатель, сказочник, художник – вложила в свою книгу частичку души. Именно поэтому получилось светло, мудро, горько, больно и так хорошо. 12+. Дай почитать. Дай почитать. Дай почитать.